Уважаемые друзья, сегодня мы по инициативе Социально-Консервативного Союза Алексея Ивановича Подберезкина, по приглашению Алексея Ивановича, находимся здесь в МГИМО, а вместе мы проводим конференцию на тему «Российский проект для Евразии. Развитие через интеграцию». Я думаю, что это очень актуальный вопрос сегодня, сегодня в условиях избирательной кампании, которая идет в очень динамичной форме, вступает в решающую фазу. Мне кажется, принципиально важным является повестка дня избирательной кампании, актуальная повестка дня. Кампания должна выйти на решение вопросов, которые определяют вектор развития, стратегический вектор развития страны. И одним из таких векторов, пожалуй, доминирующим сегодня является вектор евразийского направления, определяющий стратегию развития страны, определяющий возможности культурной, духовной экспансии нашей страны и интеграции с тем, что, собственно говоря, делает Россию по-настоящему страной цивилизационного характера. То, что дает ей возможность дышать полную грудью, это объединение с культурной, духовной, экономической интеграцией со странами, членами Евразийского союза. В перспективе сегодня это страны-сотружества, которые входят в Евразийского союза, и мы, безусловно, видим необходимость обсуждать и говорить на эту тему. Разрабатывая российский проект на основе консервативной идеи, на основе идеи социального консерватизма, вы все сегодня являетесь единомышленниками тех, кто участвует здесь, и наши новые партнеры, сторонники этой идеологии, идеологии, которая исходит из тех базовых ценностей, которые объединяют наше общество, которая сориентирована на процессы, связанные с устойчивым развитием, в основе которого интересы человека, живущего на земле, и развитие этой территории с учетом предотвращения этих угроз экологических и демографических и всех прочих угроз. То есть мы рассматриваем человека в центре территориального планирования и развития, и, безусловно, это вопрос интеграции, вопрос содружества с теми странами, которые близки нам по духу, с которыми мы можем выстраивать систему общих ценностей. Безусловно, это уже будет другая система ценностей, чем-то отличающая от чисто российских ценностей. Безусловно, очень важен фактор, и об этом надо говорить, ценности, опирающихся на духовность, на религию. Здесь мы будем говорить и о христианских, о исламских ценностях. Но главной отличительной особенностью, на мой взгляд, является то, что в этих условиях мы никоим образом не повторяем ошибок Евросоюза, не уходим в мультикультуризм, который приводит к смешению понятий, а позволяем развивать сотрудничество народов и стран на основе партнерства, на основе взаимного уважения и взаимного дополнения. Вот это как бы принципиальный вопрос, о котором мы говорим. Мы говорим о перспективе союза суверенных демократий. Это понятие для нас тоже близко, оно родилось в начале нулевых годов. И я думаю, что это тоже тот принцип, который может послужить основой для развития наших отношений и нашей интеграции. Примечательно, что сделано три важных заявления лидеров стран евразийского пространства. Вадим Владимирович Путин высказался в газете «Известия», потом Лукашенко и недавно, позавчера, Назарбаев. И мы видим некое новое состояние, новый этап, безусловно, который наступает. Это этап готовности к следующему более активному развитию отношений общего пространства и выстраивания наднациональных институтов. Безусловно, приоритетом является экономическая повестка дня «Таможенный союз», который начинает действовать с 1 января 2012 года. И это предпосылки для более активного сотрудничества во всех экономических сферах деятельности. Мы уже обсуждали в рамках Социал-Консервативного союза вопрос единой земельной политики, которая могла бы выстраиваться. Но здесь возникает формат сотрудничества по целому ряду направлений. Поэтому я думаю, что сегодня мы должны говорить о создании платформы для обсуждения разных общественных сил, которые присутствуют на территории Евразийского союза, для выработки общих подходов. И платформы, которая может говорить о создании той среды, которая бы позволяла выработать условия, на которых мы можем развиваться вместе. И вот сегодняшний разговор как раз об этом. Я хотел бы, чтобы мы говорили об этом, чтобы мы сделали какое-то заявление. Проект, кстати, подготовлен Влобуевым Сергеем, но это не значит, что, так сказать, это именно проект. Я предлагаю обсуждать его и сформировать в результате нашего сегодняшнего разговора некую рабочую группу, которая бы говорила о выработке именно такой позиции, позволяющей нам объединиться не только активу российского общества, но и представителям других стран евразийского пространства, для того, чтобы выработать совместную платформу действий и интеграции. Поэтому я хотел бы сейчас предоставить слово Алексею Ивановичу Подберезкину, а потом Сергею Влобуеву. Пожалуйста, Алексей Иванович. Вы знаете, вот, на мой взгляд, за последний месяц произошли очень серьезные события, которые до конца еще нашей элиты, да и средствами массовой информации по достоинству не оценены. Статья Путина, выступление Лукашенко-Назарбаева, это, в общем-то, можно расценить как заявку на новую стратегию, и внешнеполитическую, и вообще национальную стратегию. Вот будет она реализована до конца или нет, это, конечно, вопрос, мы увидим, и во многом это будет зависеть от того, как Назарбаев, кстати, в статье хорошо сказал, это общественные и народные поддержки этого проекта, потому что интеграционные институты, Евразес, таможенный союз, торговые соглашения, это все уже есть. Оно, как бы, те кирпичики, опять же, как Путин говорит, из которых сможет складываться эта новая модель, но на самом-то деле из этого неизбежно вытекает и политическая модель безопасности новой, и военной политической, потому что те события, которые происходят за последние годы, я, например, вижу в них определенную логику, не просто идет череда оранжевых, или сначала бархатных, потом оранжевых революций, меняются потом политические системы, политические режимы, а череда уничтожений и лидеров идет этих политических режимов. Вот это все говорит о том, что не так все как бы благодушно и все приятно и комфортно в мире. И не случайно, кстати сказать, китайцы в последние буквально недели приняли решение об ужесточении цензуры и контроля над средствами массовой информации, в том числе интернетом, потому что они поняли, что их системе ценностей традиционной угрожает вполне реальную вещь. Так вот, я смотрю сейчас на евразийский проект, который уже фактически запущен, не только как экономическую, конечно, прежде всего, или финансовую конфигурацию, но и как общественно-политический проект. А может быть и стратегию, дай бог, если так случится, которую мы давным-давно ждем, для будущего президента, потому что логика подсказывает, что другой-то альтернативы нет. Мы 20 лет спорили, кто мы там, Азия, Европа, Азиопа, еще как-то называли себя по-разному. А на самом деле выбора нет, кроме того, чтобы создавать свое пространство или воссоздавать свое евразийское пространство. И я бы хотел сказать, акцентировать внимание на том, что да, мы научились создавать государственные институты, которые худо-бедно работают, там, может быть, мы критикуем СНГ, иногда даже излишне там, но появились там АДКБ, достаточно эффективный институт. Вот все эти кирпичи мы научились создавать, теперь их надо, как сказал Путин, интегрировать в единую систему. И, в общем-то, интегрировать их без общественной политической поддержки невозможно. И в том числе без идеи, по-моему, все-таки Назарбаев высказал о создании евразийского парламента, да, который может стать одним из таких институтов, координирующим такую деятельность. Но все будет начинаться снизу, поверьте, мне вот мое глубокое убеждение, все будет зависеть от воли тех конкретных общественных организаций, людей, которые смогут создать этот общественно-политический проект. И в данном случае мне очень приятно участвовать в этом процессе, инициатором которого на общественном уровне выступил Юрий Евгеньевич, потому что эта идея, она для меня лично бесспорна, во-первых. Во-вторых, беспроигрышна, она позитивна, она не конъюнктурна, она не зависит от выборов парламентских, президентских, она стратегически важна для всей нации. Я просмотрел этот проект. Да, кстати, очень интересный момент. Мы здесь эту тему сделали в качестве предмета обсуждения на портале вчера, так как вбросили, что называется, и получили несколько сот откликов сразу на эту тему. Это показатель огромной заинтересованности к ней. Может быть, недостатка внимания еще средств массовой информации. Я считаю, что проект очень удачен, но и как бы удивительно удачен, честно сказать, даже попытался что-то поправить, и пока не получается. Но, в принципе, мне кажется, надо идти дальше, Юрий Евгеньевич. Мне кажется, надо закончить все-таки потом наше обсуждение созданием некоторого временного или постоянного органа, который бы взял на себя этот процесс уже как координирующий орган среди общественных сил. Уважаемые коллеги, у всех есть проект заявления развития через интеграцию, российский проект для Евразии, и вряд ли есть необходимость сейчас зачитывать его или даже пересказывать вольно все положения, которые там зафиксированы. Мне бы сейчас хотелось в дополнение к тому, что уже только что было сказано, остановиться на, может быть, ключевом моменте, ключевом смысловом моменте, который здесь в этом заявлении также нашел отражение. Этот момент касается роли ценностей и роли высших ценностей, роли гуманистической мысли человеческой, которые, как мне кажется, рано списывать со счета сегодня. Здесь написано, что 20-30 лет назад ключевым трендом мировой гуманитарной мысли был тренд обсуждения глобальных проблем человечества. Была некая воля международная, были площадки, на которых строились модели глобального развития, где были впервые осознаны вот эти вызовы экологические, демографические, продовольственные, где была провозглашена концепция устойчивого развития. Да, сегодня, оглядываясь назад, мы не можем безоговорочно принимать все, что говорилось тогда. Многие из этих концепций либо были идеалистичны, либо содержали в себе внутренний антигуманный потенциал. В частности, вот эта идея, когда демографический рост рассматривался чисто мальтузианский, как угроза человечеству. Конечно, сегодня мы понимаем, что демографический рост – это не угроза. Угроза является совсем другим явлением мирового плана. Но важнейшей задачей нашей сегодня в контексте евразийской интеграции является формирование нового полюса, вот здесь сказано о полюсе устойчивого развития, но он не возникнет, если не возникнет полюса глобальной мысли, нового полюса глобалистики, в хорошем смысле этого слова, когда ответственные интеллектуалы из наших стран, из других стран вновь вернутся к проблемам общечеловеческой перспективы, к проблемам глобальной справедливости, к проблемам формирования справедливого международного порядка. Это те проблемы, которые были на 20 лет отодвинуты ввиду попыток построения однополярного мира, ввиду того, что инстинкты стремления к мировой власти и гегемонии возобладали над разумом и высшими ценностями. Безусловно, обращение к этим высшим способностям человечества является внутренним историческим смыслом евразийской интеграции, смыслом также и внешним, поскольку только в этом контексте мы сможем обрести свое место и отстоять, собственно, свое право на интеграцию и свое место в мировой истории третьего тысячелетия. Кроме того, мне кажется, что именно эти мысли, эта миссия, она полностью соответствует нашей культуре, нашим культурным традициям, которыми мы все-таки должны распорядиться сегодня правильно. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел снова предоставить Юрию Пофтнеру, председателю клуба евразийской интеграции, ГЕМО. Спасибо большое. Сначала я хотел бы сказать спасибо за то, что вы меня пригласили сегодня на такое важное собрание. Сразу хотел бы извинить, что я потом должен уйти, и что я выступаю так перед более важным, кажется, выступающим, чем я. Просто я являюсь и студентом, поэтому мне надо на занятия пойти, я все это, понимаете. Вкратце я хотел бы рассказать, чем мы занимаемся. Наш клуб был основан год назад для изучения процессов евразийской интеграции. Это исторические, политические, экономические и этнологические аспекты. И все это делается на основе классического и современного евразийства. Кстати, к моему акценту, я думаю, многие люди сейчас удивляются, я сам немец, русский немец, родился в Мюнхене, но влюбился в Россию, я хочу жить, работать здесь. Это и поможет работа нашего движения сегодня. Какие у нас были мероприятия, среди которых я хотел бы выделить в первую очередь. Это конференция «Казахстан и евразийская интеграция» с участием представителей посольства. Это лекция «Миссия России в евразийской интеграции», которую читал Игорь Николаевич Панарин. Это круглый стол «Единая валюта единого генерического пространства». И уже был также круглый стол «Котовая ли Россия к созданию Евразийского союза» буквально на последнюю неделю. Прошли на прошлой неделе. Какие еще у нас предстоящие мероприятия? Хотел бы сразу обращаться к господину Подберезкину. Хотел бы пригласить выступать в МГИМО господина Мансура Ватаира, генерального секретаря Евразии. Может быть, Николай Бедуржа, а также Александр Владимирович, член Совета стратегии России, который тоже близок к идеям евразийства. Я думаю, его сгады будут интересны, чтобы мы их слышали в МГИМО. С кем мы сотрудничаем? Это, прежде всего, движение «Молодая Евразия». Это центр имени Гумилева и движение по защите прав народов. Относительно сегодняшнего собрания, хотел бы немножко рассказать о последнем нашем мероприятии. Круглицово Евразийский союз, готовили Россию, готовили страны бывшего Советского союза. И тут было интересно, что выделились именно три аспекта, которые спорили больше всего наши студенты, наши участники. Первый – это был вопрос национальных взаимоотношений. Есть такое недоверие и как со стороны русских к новым странам-членам этого союза, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и так далее. И с другой стороны, есть и недоверие этих людей, граждан этих стран к русским. Ну, я думаю, что-то не надо рассказать. Поэтому, я думаю, и Российский социально-консервативный союз должен заниматься этими проблемами в первую очередь. Потому что, если остается эта проблема, это будет как подводная мина для будущего Евразийского союза. Второй аспект – это, конечно, демографический дисбаланс. Это очень низкий рост, слава Богу, уже рост славянского населения. И очень большой рост населения с мусульманским бэкграундом. И тут сейчас расскажу, в чем мы читаем вообще это, что может быть спасением. И третий аспект – это отсутствие идеи. То есть мы видели, что, конечно, Назарбаев давно говорил о евразийской интеграции. И его идея о евразийстве, он уже давно называет себя евразийцем, мы называем его Назарбаевским евразистом. К этим идеям принадлежит и господин Путин. И тут интересно выделить особенно такое развитие идеи евразийской интеграции. Это интеграция совместно с Европой. Это идея Хаус-Хофера. То есть, о чем я писал господин Путин в газете «Сьюдор Чицайтон» в 2009 году. Это создание единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона. Что, я думаю, имеет большой интерес и для нашего бизнеса. С другой стороны, как уже сказано, отсутствует идея. Не может интеграться лишь на социально-экономических факторах. Должна быть единая составляющая идея. И мне очень нравится, что написано в этой программе, в этом заявлении. Потому что эти идеи нам близки. Мы в нашем клубе выработали так называемые «младые евразисты». Евразисты молодых жителей Евразии. И читаем, что может нас обнести. Это идея современного евразиста. И имеет она четыре пункта. Это, конечно, демократия. Это и суверенная демократия. Потому что мы понимаем, что в евразическом пространстве всегда правил сильный царь или хан, который обеспечивал эту систему стабильность. С другой стороны, это, конечно, общий евразийский парламент, который необходим. И это некая имперская система. Но не прошу бояться этого слова. Империя имеется в виду как... Может, наоборот, кто-то любит это слово. Но я имею в виду, что имперская система – это, прежде всего, социальная мобильность для представителя любой национальности. То есть мы мы считаем, что министром образования России может стать таджик, если, конечно, он знает русский язык, если он знает свой предмет. Почему нет? И наоборот, почему русский не может занимать должность в Туркменистане? Мы читаем это несправедливо. Второй аспект – это, конечно, евразийский национализм. Общий евразийский национализм. То есть, чтобы любой человек, скажем, сегодня на нашем собрании, я думаю, тут представлено много о смешанной национальности. Все-таки мы живем в России. Чтобы любой человек мог называть себя гордо евразийцем, но при этом русским, при этом бурятом, при этом русским немцем и так далее. Третий аспект, за которым мы выступаем – это экономическая модернизация и экономическая интеграция. То есть, с одной стороны, это идея Сколкова, это идея прорывной экономики, экономики знаний. А другой аспект, конечно, это интеграция наших стран и введение на новый уровень экономического развития. И последнее, это, конечно, все это, эти все трое пункты – демократия, дружба народов и экономическое развитие – они не могут быть достигнуты, в нашем понимании, без основы духовности, без основы великой идеи. И в нашем понимании эта идея – это духовность на основе наших евразийских религий. И главная концепция, когда просила господина Медведова, что главное в жизни – это любовь. Мы действительно считаем, вот мы евразийцы считаем, что главная наша интеграция – это взаимная любовь. Это любовь к близким, это любовь к дальним. Но эта идея – любовь, любовь и правды, она должна стать нашей главной идеей. У американцев есть своя идея, капиталистическая, материальная. А наша идея – это все-таки любовь, это духовные ценности. В конце концов, вот, закончив, хотел бы еще раз подтвердить, что мы очень приветствуем сегодняшнюю инициативу. Хотел бы войти в аргумитет, если это будет возможно, если это добрается. И мы считаем, что идея евразийской интеграции, в том числе и на социально-консервативных основах, и на основе евразийства, имеет тот устремленный в будущее пафос, который способен вывести русские и союзные ему народы на новый уровень экономического, социального, культурного и, в конце концов, общечеловеческого развития. Спасибо большое. Спасибо большое за Ваше выступление. Видно, что Вы действительно очень глубоко прониклись темой евразийства, и нам очень приятно с Вами сейчас сотрудничать, взаимодействовать. Андрей Борисович, Кобяков, можно Вам предоставить слово? Коллеги, я прежде всего хотел бы выразить благодарность за то, что был приглашен на это мероприятие, поскольку считаю его чрезвычайно важным. И должен заметить, что 20 лет, которые прошли с момента прекращения существования Советского Союза, я последовательно отстаивал идею реинтеграции на новых основаниях, прежде всего потому, что испытывал свою личную боль за разрушение уникального и геополитического, и культурного, и цивилизационного образования. Мне казалось, что произошедший демонтаж этой системы, он противоестественен. Дело не в том, что система, возможно, была не идеальной, возможно, мы имеем право на различные исторические эксперименты, но абсолютно естественным является наше совместное проживание на этом пространстве, которое разделено крупными естественными границами. Ведь и сама Российская империя уникальна в том, что развивалась естественным путем в рамках естественных границ. И сложившийся здесь тип мироустройства, отношений между культурами, народами, межнациональные отношения и так далее, является собой, я считаю, истинной сокровищницей для всего человечества. Надо заметить, что мы, к сожалению, сами не научились как следует популяризировать эти идеи и показывать нашу силу. Мне приходилось, в частности, здесь, в стенах ГИМО, участвовать в рамках одного из международных форумов, где нас пытались поучать европейской политике мультикультурализма. И на этой секции принимал участие отец Севолт Чаплин, который, мне кажется, достойно отвечал этим итальянским профессорам, которые приехали сюда, к нам, в нашу страну, нас учить взаимосуществованию различных народов, национальностей. Поэтому хотелось бы еще заметить, может быть, мне это было бы уместно сделать как экономисту, что есть еще и, помимо известной геополитической концепции больших пространств, есть еще и абсолютно рациональная и очень важная концепция Фернана Броделли и в дальнейшем получивший развитие в работах Эмнуэля Валерстайна о мирах экономики, то есть о неких относительно замкнутых квази-авторкиичных образований, в которых части абсолютно естественным образом тяготеют друг к другу. И тяготеют таким образом по принципу взаимодополняемости, что, в принципе, эти образования в очень малой степени зависят от внешней конъюнктуры. Замечу, что, в принципе, в мире таких образований может быть очень немного. В принципе, Европейский Союз – это тоже, конечно, мир экономики, и объективный анализ показывает, что если принять все межгосударственные связи внутри Европейского Союза за внутреннюю торговлю, то на внешней связи приходится менее 10% суммарного ВВП этого пространства. Можно сказать про то, что таким же квази-миром экономики в естественном своем развитии могут уступать, скажем, Соединенные Штаты или Североамериканский континент. Другое дело, что они предпочли другую модель, и, как мы сегодня знаем, практически произошла деиндустриализация этого пространства. Но я думаю, естественные процессы еще скажутся. В том числе и там. Так вот, Россия, Российская империя, Советский Союз, я надеюсь, в дальнейшем новое образование – это абсолютно естественная, абсолютно непридуманная никем вот эта конструкция под названием мир экономики. Напомню, что Советский Союз, скажем, за весь период своего существования, даже в период самого высокого уровня цен на нефть, когда мы начали поставлять энергоносители уже в 80-е годы и в страны Совета экономической взаимопомощи, и на Запад. Так вот, суммарно весь экспорт Советского Союза никогда не превышал 5% отвалу внутреннего продукта нашей страны, той большой страны. Это было на самом деле 4,3-4,5%. Кстати, в этой связи абсолютно смешно слушать рассуждения иногда даже именитых экономистов, что именно там падение цен на нефть разрушило Советский Союз. Поскольку нефть составляла в экспорте лишь весьма незначительную часть, я напомню, что взаимоотношения с системой СЭФ и со многими развивающимися странами включали поставки полных комплектов оборудования, целых заводов и так далее. То есть, вообще говоря, мы в то время отнюдь не были страной с сырьевым экспортом. И считать, что какое-то снижение цен на нефть могло всерьез повлиять на экономические показатели страны, это нелепо. Так вот, мне кажется, это все вместе свидетельствует о том, что абсолютно естественным являются эти процессы интеграции. Замечу, что никаких чудес не бывает на этом пространстве. Все образовавшиеся суверенные государства, их экономики находятся примерно на равном уровне. они все еще комплементарны друг другу в технологическом отношении, по многим все еще унаследованным стандартам, стандартам образования. Еще более того, сама школа управления, школа образования, подготовки квалифицированных кадров для экономики, она все еще несет в себе, я думаю, в определяющей мере черты общего наследства. Поэтому мне представляется, что мы абсолютно на правильном пути, 20 лет спустя мы приходим, я думаю, наконец, к организационным даже некоторым действиям нашего гражданского общества, в точности воплощая библейское «есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни». Я думаю, давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти камни собрать. Я хочу предоставить слово Игорю Николаевичу Егошину, который руководил сейчас делегацией Центра социально-консоциативной политики в Соединенных Штатах, в которую входил Велихов, уважаемый наш руководитель общественной палаты. И там мы разговаривали с республиканской, как я понимаю, до партии. И мне просто интересно, может быть, поделитесь своими впечатлениями. Собственно говоря, сама тема встречи, особенно второй день, кроме того, что в целом у нас идет такое налаживание рабочих взаимоотношений между фингтенком нашей Государственной Думе, партией «Единая Россия», Центром социально-консервативной политики и фингтенком Республиканской партии Соединенных Штатов, который называется «Американский совет по внешней политике», во главе с доктором Шнайдером. Был также ряд практических вопросов, кроме организационных. И практические вопросы, в частности, особенно второй день, касались как раз взаимодействия Соединенных Штатов Америки, как они это видят, и они, по сути дела, готовят политику будущей администрации, они уверены, что именно они придут к власти на ближайших выборах. И Россия на территории стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Нащупают те конфигурации, которые будут приемлемы и для России, и для Соединенных Штатов в том формате, к которому они должны быть уже готовы. И здесь, может быть, как раз уже рефлексия на те разговоры, которые были, и те мозговые штурмы, которые были в результате этой поездки, можно как раз посмотреть на реакцию наших партнеров через океан, которые так или иначе влияют на те процессы, в том числе и те процессы, которые происходят у нас. И что мы видим здесь по результатам этого обсуждения? В первую очередь мы привели те цифры, которые у нас есть по экономическому взаимодействию, здесь как раз только что об этом говорилось, по странам бывшего СНГ, в первую очередь Белоруссия и Украина, а также потенциальная Грузия. После того момента, когда с Грузией будут налажены экономические взаимоотношения в полном объеме, будут они восстановлены. То есть мы смотрим на те ретроспективные цифры, которые у нас уже были. И что здесь получается? Мы привели нашим партнерам американским несколько цифр. Прежде всего, по Белоруссии, которая сейчас их очень серьезно беспокоит, волнует, и очень серьезно они проявляют интерес. Так вот, мы привели следующую цифру. Очень маленькая страна, понимаем, что занимает достаточно небольшую территорию, хотя территория стратегически, геополитически очень значимая, небольшое население. И вот в прошлом году внешнеторговый оборот России с Белоруссией составил более 27 миллиардов долларов. Надо понимать, что этот показатель существенно больше, чем наш оборот с Соединенными Штатами Америки. При том, что надо понимать, что и по населению США больше Белоруссии в 30 раз, а по экономическому потенциалу сравнение уже идет не в 30 раз, а намного больше. При том, что мы постоянно вроде бы как-то с Соединенными Штатами развиваем наши отношения экономические, и постоянно говорим об инвестициях, и на это направлен очень большой экономический, политический потенциал и так далее. А с Белоруссией мы последние 10 лет, в общем-то, постоянно что-то, к сожалению, делим. И здесь как раз возникла на этой почве интересная дискуссия, которую я, если будет время, более подробно остановлюсь. Претензии, которые к нам, несомненно, будут предъявлять республиканцы, поскольку они придут к власти. И они сейчас уже эти темы достаточно серьезно пытаются ввести в пространство обсуждения. Это сам факт того, что мы создаем специальные приоритеты для Белоруссии и для Украины, в первую очередь для Белоруссии, и закрываем возможность для Белоруссии стать свободной, экономически открытой страной с равным взаимодействием между Россией с странами бывшего Советского Союза и Восточной Европой, и Европейским Союзом в целом. То есть нам предъявляют претензии, что мы как бы ограничиваем Белоруссию своими действиями, от взаимодействия с внешним миром, загоняем ее в искусственный тупик, в искусственные вынужденные отношения только с Россией. Более подробно на этом остановлюсь, на том, какие аргументы мы смогли привести и как они были приняты против данной теории американцев. Дальше данные по Украине. Украина в прошлом году, мы привели эти цифры, экспортировала в Россию столько же товаров, сколько во все остальные страны Европы, включая все страны ЕС и не страны ЕС. Вместе взятые. И при этом, несмотря на то, что Украина пытается параллельно и очень серьезно развивать отношения с Китаем, этот показатель в 10 раз больше, чем экспорт Украины в Китай. В 17 раз больше, чем экспорт Украины в США, которые, по сути дела, последние 10 лет являлись таким политическим главным партнером предыдущей администрации Украины. Привели еще одни цифры в другом разрезе по Белоруссии. На каждого жителя, включая пенсионеров, младенцев, в год в Белоруссии приходится 3000 долларов внешнеторгового оборота с Россией. Для любой страны эта цифра очень значимая. Ни в одной страны мира такого оборота с другими странами нет. На жителя, включая всех младенцев, пенсионеров, каждого жителя страны. И когда мы говорим о российском проекте, несомненно, может звучать, или в евразийском проекте, как угодно можно назвать, в славянском проекте, в проекте бывших стран Советского Союза, несомненно, будут звучать несколько разных аргументов, мы постоянно будем с ними сталкиваться. Внешний аргумент будет о том, что только на экономике невозможно объединение. Здесь, я думаю, что нам просто нужно саркастически улыбаться и говорить, извините, вот посмотрите на цифры оборота между странами, они не могут взяться из ниоткуда. То есть не нужно теоретизировать эту данность. Мы на сегодняшний день составляем, по сути дела, единое экономическое пространство. Несмотря на все искусственные барьеры, которые были нам навязаны той моделью управления в странах бывшего СНГ на протяжении последних 10-15 лет, мы, по сути дела, прошли это испытание. И экономика, совместная экономика не развалилась. На сегодняшний день, в силу кризиса в Европе, в силу сложных экономических процессов в мире, мы, эти искусственные барьеры снимаются, и мы просто подталкиваемся друг к другу. Естественно, естественным путем, без какого бы то ни было насилия, без какого бы то ни было искусственного придумания каких-то идей. У нас просто нет другого выбора. И вот на тот аргумент, который те же партнеры наши, республиканцы, приводили о том, что вы создаете искусственные условия, в которых в Беларуси нет выбора, мы говорим, подождите, мы 10 лет, в том числе под вашим нажимом и под пеленой той идеологии, свободной экономикой, которую мы тоже в известной степени разделяем, но тут, возможно, трактовки, под пеленой той трактовки, которую вы нам навязали, отталкивали Беларусью, повышали цены на, естественно, энергоносители, не могли договориться по мелочам, постоянно была какая-то возня, постоянно возможность перекрытия трубы и так далее, и так далее, и так далее. Что мешало той же самой Польше, о которой вы беспокоитесь, зайти и наладить отношения? Почему все-таки у Беларуси и России экономические связи в сотни раз больше, чем у Беларуси и Польши? В чем проблема? У них тоже есть общие исторические корни, у них тоже есть возможности взаимодействия, у них было открытое и, в общем-то, комплементарное пространство в течение 10 лет. Мы отталкивали Беларусью по своей собственной глупости, по большому счету. Мы давали всем другим шанс. Что мешало вам в течение этих 10 лет зайти, развить эту экономику? Почему она не разлилась? Почему для Беларуси на сегодняшний день беларусских товаров закрыты пошлинами, закрыты разными другими барьерами возможности канала экспорта в Европейский Союз? В чем причина? Поэтому от разговоров либо надо переходить в практику, либо эти разговоры прекращать. По большому счету мы привели вот такой, с Максимом Сергеевичем Григорьевым, который участвовал в этой работе, привели такую аналогию. Мы живем с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном, с Грузией, с Арменией, даже с странами-прибалтиками, которые учатся членами Европейского Союза, в общем, кондоминиуме. Каждый живет в своей квартире, но есть общий подъезд, и мы вынуждены как-то договориться о правилах жизни в этом подъезде. И мы знаем, что один из наших жильцов в нашем доме не просто живет бедно, а начинает потенциально умирать с голода. Но мы вынуждены помогать. И тут через дорогу к нам звонят и говорят, знаете, тут у вас кондоминиум и какие-то неправильные экономические отношения. Там у вас человек умирает, а вы ему помогать вдруг решили. И этим самым вы ограничиваете его взаимодействие потенциально с нами через дорогу. Слушайте, прийдите, дайте денег, мы не против. Не даете денег, переставайте критиковать, надоело. Самое смешное в этой концепции, и вот Максим Сергеевич подтвердит, республиканцы в общем такую аргументацию принимают. Они принимают, нам надо быть более настойчивыми, более здесь агрессивными в нашей позиции, более нападающую позицию занимать. У них были все шансы, они их не использовали. На сегодняшний день хватит нас критиковать, хватит опоздать на наши естественные интересы. И здесь, я думаю, вот скажем, сразу после этого дискуссии, была дискуссия по ПРО, по большому счету, вот те эксперты, это бывшие замы госсекретарей, республиканцев, которые, есть вероятность, возникнут в этой же должности, в ближайшей администрации. Это советники бывших президентов, которые, я думаю, сохранят свои посты при смене власти. Для этого есть шансы, скажем так, то есть мы налаживаем правильное взаимодействие, правильные каналы консультации. Более того, у нас достигнута принципиальная договоренность, что в конце апреля, начале мая, после того как у них по праймерису определится, кто будет реальным кандидатом, наиболее вероятным от республиканцев на пост президента и вице-президента будущего. Они постараются, наш Координационный совет между ЦСКП и Центром по Американским советам по внешней политике, постараться провести здесь с их участием, по крайней мере, с участием одного из них, для того, чтобы шло взаимодействие. И с нашей стороны надо тоже постараться, чтобы было на соответствующем уровне представлено наше участие в этой конференции. Она будет достаточно значима, я думаю, для будущего определения каналов взаимоотношений между элитами наших стран, политическими элитами наших стран. И здесь они в ходе вот именно такого ключевого разговора, когда мы уже начинаем нападать, когда предъявлять претензии, они в общем готовы разговаривать и о системе прообъединенной, понимая, что у нас есть интересы, мы от этих интересов не отступим. Они готовы обсуждать ситуацию, скажем, по сегодняшней Грузии, мы видим, что сегодня и позиции Европейского Союза, и позиции Соединенных Штатов в отношении Грузии начинают меняться. То есть, по большому счету, общая обстановка в мире, общая экономическая позиция в мире и где-то, наверное, Божье проведение дает России очередной шанс. Вот у нас почему-то всегда так, мы постоянно уничтожаем то, что у нас есть, когда у нас хорошая ситуация, когда у нас есть необходимые условия. И когда вроде бы мы уже подошли к грани, вроде бы подошли к той черте, дальше которой невозможно будет вернуться, точка невозврата, Божественное Проведение дает нам очередной шанс. Вот на сегодняшний день это Божественное Проведение дает нам шанс восстановить естественное экономическое пространство, общее экономическое пространство. Через него повысить это нормальное взаимодействие, повысить уровень жизни людей внутри этого пространства. И очень важно не повторить тех ошибок, которые мы сделали, очень важно не пытаться подавить какие-то свободы или ограничить свободы людей, живущих в бывших странах Советского Союза. Мы должны понимать, что мы не восстановим и неправильно ставить такую задачу восстанавливать ту централизацию власти, которая есть. Это очень важно на самом начале декларировать. Очень важно именно выстраивать такое в перспективе конфедеративное устройство, где каждый принимает решение, как в своей квартире живет сам, но при этом правила общего подъезда определяются нормальным общим согласием, есть нормальное взаимодействие и добрососедские отношения. И где, конечно, сосед понимает, что в первую очередь пойдет за помощью к соседу и надеется на соседа, нежели на кого-то, на дядюшку из-за океана. И как общее пространство, уже выступая дальше по общим интересам, отстаивая их и перед Европейским Союзом, я надеюсь, со временем в долгой исторической перспективе, при правильном развитии мы объединим, у нас есть перспективы дальнейшего объединения общеевропейского, и мы по большому счету Европа от Лиссабона до Владивостока в полной мере, и взаимодействие с другими большими экономиками, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь эта поездка, которую вы, Юрий Евгеньевич, инициировали, она была очень полезной. Мы видим, что ЦСКП, как ключевой фингтенк Единой России, правящая нашей российской элиты, воспринимается очень серьезно по его линии, готовы устроить линии взаимодействия, каналы взаимодействия на серьезном уровне с ключевыми нашими партнерами мировыми. И более того, можно находить те решения, которые помогут нам жить и в нашем внутреннем общем доме, определять его правила и делать так, чтобы эти правила не оспаривались никем из соседних домов, скажем так. То есть у нас для этого все перспективы есть, важны эти перспективы, это божественное проведение, которое нам дано, правильно использовать. Спасибо большое. Уважаемые друзья, я бы хотел обратить внимание, сейчас я хочу дать слово Ирине Петровне Николаевой, но перед этим, что к нам присоединился Харченко Иван Николаевич, наш коллега, мы вообще все ближе и ближе общаемся с Конгрессом русских общин, и вот мы планируем провести 4 числа круглый стол. Я думаю, что это полезное и важное сотрудничество, и в том проекте, о котором мы сегодня говорим, безусловно, Конгресс русских общин является просто необходимым элементом конструкции. Поэтому я вас приветствую, но и пререживание вы потом тоже, может быть, выяснили. Пожалуйста, Ирина Петровна, мне надо уезжать, к сожалению, в Петербург, руководитель аналитической группы, которая работает в рамках русского института. Да, ССССР, да, Пожалуйста. В рамках ЦСКП Северо-Запада мы пытаемся разработать механизм реализации всех тех, решений всех тех проблем, которые вот здесь сейчас только что прозвучали. Первая проблема. Речь идет о формировании практически новой парадигмы развития цивилизации. Что это значит? Необходимо привести в соответствие функционирование трех систем – социальной, экономической и экологической. Человечество практически поставило себя на грани выживания. Те экологические проблемы, которые возникли в связи с нарушением базовых экологических законов, они поставили перед необходимостью вообще изменение полностью экономической парадигмы. Речь идет о формировании совершенно новой модели экономического развития, причем глобальной. Есть такой английский историк-философ Тойнбе, который написал, что единственной возможной устойчивой системой развития экономического может быть только глобальная система. Если человечество сможет определить основу формирования такой системы, оно выживет. Но еще к этому добавляется задача согласования этой экономической парадигмы с парадигмой экосистем, которые функционируют сами по себе, и процессы там идут необратимые. И, естественно, сразу же встает вопрос о необходимости коренного изменения общественного сознания. Что, вот чтобы побыстрее, так сказать, рассказать, я не готовилась к этому выступлению, но вот так как мы рассматриваем эту проблему в ЦСКП Северо-Запада, я просто тезисно зачитаю. Зачитаю. Новая ступень развития цивилизации ознаменовалась резким усилением деструктивных процессов, несущих с собой угрозы глобальной безопасности для всего мирового сообщества. Какие? Разрушение системы международных отношений и вооруженные международные конфликты. Мы имеем полную картину сейчас. Активизация теневых центров управления процессами насильственного преобразования геополитического и геоэкономического пространства, использующих системные интервенции и терроризм в качестве оружия. Третье. Активизация криминального бизнеса. Наркобизнес, миграционный и коррупция. Активизация национального сепаратизма, поддерживаемая элитами национальными. Неадекватность всех существующих систем управления социально-экономическими и политическими процессами, тем отрицательным тенденциям, которые развиваются в мировом системном пространстве, включая межгосударственные и государственные системы. Прогрессирующий характер экономических кризисов и глобальная потеря стимулов для экономического развития государств. Слабость и неэффективность международных межгосударственных союзов. Отсутствие общего видения проблем стратегии обеспечения безопасности и развития мировой цивилизации и механизмов реализации этой стратегии. С точки зрения системного подхода, над которым мы работаем, анализ ситуации с позиции системного подхода свидетельствует о том, что мир сегодня столкнулся с глубоким системным кризисом планетарного масштаба. И обеспечить глобальную безопасность возможно только за счет создания такой системы управления политическими, экономическими и социальными процессами, которая будет в состоянии консолидировать интересы и потенциалы различных государств на единой стратегической основе и направлять их в русло устойчивого и сбалансированного и устойчивого развивающегося геополитического и геоэкономического пространства. Вот это устойчивое развитие предполагает, по нашему мнению, устойчивое взаимодействие трех систем – социально-экономической и экологической. Задача чрезвычайной сложности. Сейчас я немножко коснусь механизмов. Эта сложная и масштабная задача требует принципиально новых системных построений в сфере управления и кардинальных сдвигов во внутренней и внешней политике государств. Вот товарищ говорил о давлении американском. Это, по сути дела, насильственные и деструктивные по своему характеру процессы в геополитическом пространстве. Естественно, что они продолжают реализацию своей доктрины однополярного мира, используя для этого различные инструменты. В первую очередь, легальные инструменты системного давления – финансовые, идеологические, информационные, любые. То есть можно сегодня без военного вмешательства, в принципе, разрушить любое геополитическое формирование и создание на его месте всего чего угодно. То есть сегодня не обязательно стрелять. Сегодня идут совершенно другого характера системные войны, фронт которых невозможно вычислить. Этого врага не видно. Это всё размыто. И вот тут чрезвычайно важно использовать исторический опыт формирования Российской империи. Здесь уже звучали эти слова. Это ненасильственное образование национального, экономического и политического сплава. Были дефекты, были дефекты, но этот опыт уникален по своей природе. Больше такого опыта нет ни у кого, это можно сказать. Евросоюз, он сформировался только перед лицом общего врага. Это же послевоенное формирование геополитическое. У них был враг. И вот этот враг сейчас исчез. Исчезло вот это уникальное образование СССР. Враг исчез, перечисленные проблемы, о которых я говорила, моментально сразу стали сказываться на Евросоюзе. Он рассыпается на глазах. В принципе, оказалось, это очень неустойчивая система. У них нет консолидированного интереса. А любую систему формирует именно консолидированный интерес. Поэтому сейчас будет рушиться недалеко и разрушение Соединенных Штатов. Недалеко разрушение Германии на земле. Потому что там нет вот этого механизма формирования консолидированного интереса. А он формируется в социальной среде. Его формируют люди, его формируют элиты. А поскольку у нас социальная среда не понимает в общем целом происходящих процессов, люди оторвались, понимаете, от общего видения. Поэтому и так остро встал вопрос. Мы деградируем все вместе, не имея возможности принять консолидированного решения. Что делать-то? Что делать-то? И наше государство... Путин четко сказал, наше государство сшито на живую нитку. И любой неверный шаг накроет, и все. Нам уже никогда больше не встать. Это правильно. Сегодня вопрос исчисляется не десятилетиями уже для поиска решений, а годами. Сколько отведено? Трудно сказать. Значит, что мы предлагаем? Разработка, это требует, вот решение всех этих проблем, требует разработки новых системных принципов построения федеративных межгосударственных отношений. Тут немножко об этом говорилось. Базирующихся на балансе интересов государств и необходимости обеспечения безопасности и развития всех вместе. Разработка конституции вот этой федерации, то есть законы, которым бы все подчинялись, общих принципов. Конечно, национальная специфика, она будет накладывать, безусловно, какие-то коррекции. Это будет федерация, может быть, это будет федерация? Ну вот Евросоюз, это же федерация. Ну да, образование, сплав какой-то. Ну нужна платформа, и этой платформы пока нет. Вот идут отдельные вкрапления, вот экономику разовьем, вот там политику устраиваем, вот ДКБ сформировали. То же самое в ШОС везде, оно какими-то пробными маленькими шагами идет, а ситуация разворачивается намного быстрее. И поэтому вот необходимо создание вот этой консолидированной платформы. И опыт создания такой платформы в рамках Еврозес мог бы как раз послужить вот этим системообразующим импульсом вообще для всего мирового сообщества. Я уверена, начнут подсоединяться многие государства, потому что все испытывают те же самые проблемы. Так, создание механизмов системного строительства, обеспечивающего запуск, формирование и поддержку необходимых системных процессов. Что нужно? Нужно не только экономику, надо еще экосистемы, надо привлекать науку. И тут в рамках вот СКП Северо-Запада мы эти механизмы разработали. Ну, сокращаю время своего выступления, потому что мне надо бежать на поезд. Значит, самую большую сложность будет представлять организация процесса перехода. От традиционных форм восприятия вот к этой новой парадигме, которая еще только вот витает чуть-чуть в воздухе, и ее еще нужно нам разработать всем вместе, но без взгляда сверху на ситуацию ничего не получится. Отдельные экономические какие-то решения, отдельных экономических, социальных, национальных проблем, оно все должно укладываться в общую парадигму. Тогда это будет все подчинено в единой стратегии. А если нет, мы разлетимся. Это очень медленный процесс, тот, который идет. Он нужный, но он слишком медленный. А нам нужно сделать системный прорыв в этом направлении. И, значит, вот этот переход от традиционного к новому восприятию, он потребует трансформации стереотипов стратегического мышления, от конфронтации оборонительной стратегии к интеграции и совместным действиям. Вот это очень важно, это переломить, доказать, что это необходимо. Второе. Создание необходимых стартовых механизмов для того, чтобы эти процессы запустить. Их нет еще. Начальные консолидации ведущих государств, реально влияющих на формирование международных отношений. Ну, кроме Еврозес, вот мы разрабатывали также и вообще в целом, какие государства. Евросоюз без России не сможет существовать. У него нет ни стимулов, ни, как бы сказать, не потенциала для того, чтобы ему куда-то двигаться. Понимаете, куда ему? Огромный, мощнейший промышленный потенциал, который практически заблокирован в рамках этой системы. Так или иначе, все вот эти кризисы итальянские, испанские, греческие, это же свидетельствует об этом. Они никуда не могут двигаться. Так, это было третье. И выбора разработок и реализации приоритетных системных проектов. Потому что за все браться, конечно, нельзя, но нужно выбрать приоритет, в который вцепиться мертвой хваткой, и делать его сообща. Стартовый момент в организации системных процессов, это организация процесса рассмотрения предложений со стороны ведущих государств. Вот, собственно, вот это тоже стартовый момент. Какие-то предложения, они будут постепенно консолидироваться. Но мы предлагаем это сделать на системной основе, чтобы было легче, потому что системный подход, он дает как бы общую матрицу, общее направление, понимаете, как сформировать все это. Я благодарю всех за внимание, и разрешите мне откланяться. Ну, мы с вами встретимся еще. Большое спасибо за предоставленное слово. Развивая мысль депутата Егошина, я бы хотел отметить несколько вещей. Первое. Исторического времени у нас действительно шанс богом данный. Говорю это перед Сенью, перед Брельефом святого Александра Невского, который вот здесь вот прямо при входе, и который собирал евразийское пространство. Исторического времени крайне мало. И я считаю, что какие-то шаги по необратимости создания Евразийского союза должны быть предприняты до возвращения республиканцев во власть. То есть пока определенный пересменок в США существует, нужно действовать, нужно сформировать. Естественно, у нас есть одна и главная, простите, не одна, но главная, и ведущая и направляющая плеча партии – это Единая Россия. Но общественное движение в поддержку Евразийского союза можно и нужно сформировать здесь. Это, кстати, группы пропаганды Евразийского союза должны выезжать на места здесь и сейчас. Потому что я занимаюсь не только Украиной, но и Тиргизией, и Казахстаном, и вижу, что никакой работы по собиранию Евразийского союза, битвы за умы там не ведется. Хотя потенциал такой работы огромный. Даже когда американская база в Монасе два компьютера подарила школе, из этого делаются пиар-акции, глобальные помощи бедной Тиргизии, в то время как Россия десятками дарит эти компьютеры, но пропиарить это не может. Вот, наверное, это движение должно и заниматься вот таким вот глобальным продвижением идеи бренда Евразийского союза. Почему? Потому что сила противодействия не оставляет третьего варианта. Либо мы его создадим, либо ни одна из опор Евразийского союза не сохранит свой суверенитет. Потому что, да, республиканцы еще не вернулись, но Мит Ромни уже говорит, что Путин – это вызов Соединенным Штатам. Они не боятся наступательной стратегии. Он что-то говорит, что Бог поручил Америке руководить миром. А мы все время что-то боимся и что-то, так сказать, оправдываемся и так далее. Более того, очень правильно было сказано о битве за умы и идеологических конструктах. Прямая идеология расчленения России уже в стиле Новодворской или там Константина Борового, она уже не работает. И сейчас битва ведется за умы, в первую очередь, русских людей. Сейчас новый идеологический конструктор, называемый уменьшительный национализм. Когда нам говорят, что русскому народу ради его же блага нужно избавиться от имперского бремени, нужно отдать Кавказ. И все это заканчивается тем, что уже в Новосибирске псевдонационалисты проводят митинг «Хватит кормить Москву», которая якобы грабит Россию. То есть это, по сути, пропаганда десувернизации России в духе дитлеровской пропаганды времен Великой Отечественной войны. Вспомним, в СС тоже была Лепельская республика, русское самоуправление. И тоже все это делалось якобы во благо русского народа. Но нам нужно пояснить, что русский народ не выживет в ситуации враждебного пояса. Если будет взорвано среднеазиатское подбрюшье, если к власти придут по ливийскому или египетскому варианту ваххабиты и салафиты, то у России с Казахстаном 7,5 тысяч границ. Поэтому средняя Азия с этой точки зрения еще как нужна. И светские режимы, которые боятся ваххабизации и салафизации, наши союзники. И им больше деваться некуда, как идти в Евразийский союз. Потому что принцип конфедерации дает им возможность сохранить в власти собственность. Потому что и Штаты, которые стоят за ваххабитами, и не первый год. Вспомни, когда мы джаклетов еще поддерживали в Афганистане. И Китай действует очень жестко. Они не оставляют у меня никаких возможностей. А мы оставляем. А мы оставляем. Конечно, мы понимаем, что Евразийский союз... Да, еще новая, так сказать, мулька против Евразийского союза. Что он угрожает русским. Это Холмогоров забросил. Что это новоордынский проект. Ребята, язык Евразийского союза будет русским. Это укрепление русской культуры на всем пространстве исторической Руси. Поэтому не надо нас пугать киргизами. Геополичные оппоненты России находятся не в Бештеке. Более того, скажу уже совсем, кстати, в своем кругу. Казахи и киргизы – это религиозно неопределившиеся народы. И хочу обратить внимание на то, что последние два заседания Священного Синода Русской Православной Церкви коррелируют с идеей Евросийского союза. То есть патриарх и Кирилл и премьер-министр Путин словно мыслят в одних категориях. Создан среднеазиатский митрополитический округ. И на последнем синоде на террелигию отправлен епископ впервые за много столетий. Ошибка Екатерины Второй, которая решила, что раз тверкоязычные мусульмане, исправляется. И открыты еще три новых епархии в Казахстане. В чем интерес? В том, что американские протестантские секты очень серьезно действуют в регионе. И поэтому открытие православных епархий должно быть с пониманием понятыми местными элитами. И опять же начинаются игры. Кто-то в СМИ запускает дезинформацию, что Узбекистан против визита патриарха Кирилла. Хотя никаких официальных заявлений не было у узбекского посольства. Но это делается, как мне представляется, где-нибудь в американском посольстве. Почему? Казалось бы, при чем здесь Украина? А при том, им нужно создать прецедент, чтобы, так сказать, поменьше патриарх ездил на Украину. Потому что там будет очень серьезная своя борьба за цивилизационное будущее. Поэтому, так сказать, долг российской политической элиты помочь этому визиту, чтобы опасных прецедентов не создавать. Что касается Украины, вот депутат Игошин очень четко сказал, что Господь дает России шанс. Действительно дает. В чем он заключается? Вот вчера Евросоюз голосовал по Украине, было голосование. И фактически смысл этого ультиматума был жесткий ультиматум, который, по сути, предлагает Януковичу и Тимошенко поменяться местами. Евросоюз говорит, да, мы приветствуем вашу евроинтеграцию и пустим вас в политическую ассоциацию. Но для этого Виктор Федорович Янукович должен не просто выпустить Тимошенко из тюрьмы, но снять с него все судимости, то есть диктат правосудию, и обеспечить ее участие в выборах. То есть, значит, если она не виновата, значит Янукович виноват. То есть, да, дальше Венецианская комиссия говорит, что восстановление мажоритарно-пропорциональной системы на Украине – это нарушение демократии. То есть, а что такое мажоритарно-пропорциональная система? Эта система позволяет партии регионов укрепить свое присутствие в будущей Верховной Раде с помощью депутатов-мажоритарщиков. То есть, ЕС, уставами Венецианской комиссии поддерживает, так сказать, Тимошенко, Яценюка и прочих. То есть, Янукович должен понимать, что все, его убирают. И Збигнев-Бжезинский четко и ясно называет его диктатором. А что, так сказать, делают эти люди, эти причастливые силы с теми, кого они провозглашают диктаторами? Я на недавнем примере Муаммара Каддафи. Как сказал Игорь Короченко, что когда судили Милошевича, еще была хотя бы формальная процедура, так сказать, суда, то здесь просто того, кто, так сказать, мешает и стоит на пути, просто линчует и все без лишних разговоров. В этой ситуации наш долг просто сказать, Виктору Федоровичу, дорогой Виктор Федорович, повернись к Евразийскому союзу лицом и будешь править долго и счастливо, так же, как Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко, Нурсултан Абишевич Назарбаев, долго и счастливо. Но все это нужно уже делать сейчас и, может быть, пару слов о диалоге с республиканцами. Там нужно тоже не бояться своих убеждений, говорить, ребята, вот вы правые, вы консервативные христиане, вы запрещаете в своих штатах аборты и гей-парады и так далее. Мы такие же, только православные, поэтому вам не выгодно, так сказать, нас сминать. Вы что, иначе мы вас справедливо обвинили в двойных стандартах. Так вот, чтобы мы вас не обвинили в этих двойных стандартах, чтобы вы поддерживаете самые деструктивные, самые аморальные, самые антихристианские силы для разрушения исторической российской государственности, признайте наши интересы. Да, пространство исторической Российской империи, пространство СССР, СНГ, Евразийского Союза – это наши интересы. Наши народы имеют не только и экономическую, и цивилизационную предпосылку посылка к совместному проживанию в виде федерации или конфедерации. И вообще, Патриарх говорит, что Россия, Украина и Белоруссия вместе и Святая Русь, оттуда начался русский мир, крещение. Почему вы запрещаете нам жить вместе? Мы же не запрещали немецкому народу воссоединиться. Почему им можно, а нам нельзя? Поэтому не нужно бояться таких откровенных, нормальных аргументов и говорить по Евангелии, и говорили они не как книжники, но как власть имеющие. Вот надо и говорить с ними как власть имеющими. И, конечно, практический аспект, Ассоциация православных экспертов готова предоставить свои интеллектуальные кадровые ресурсы для общественного движения в Евразийском Союзе, свои структуры, которые существуют на Украине, в Белоруссии, в Казахстане, даже в Терлизии. Недавно было, кстати, обращение русских организаций Тердизия, что они приветствуют святейшего Патриарха, очень хотят его видеть на этой земле, которая с Россией живет уже несколько столетий. И активно подключиться, потому что исторического времени у нас нет. Я считаю, что процесс должен приобрести необратимый характер до возвращения республиканцев. Спасибо. Да, я очень коротко. Я хотел бы добавить немножко коллегу, которая, к сожалению, нас покинула, из ЦСКП Северо-Запад. Плюс я еще одно ключевое слово услышал, сидя три кресла от Юрия Евгеньевича, но он его произнес. Я хотел бы прокомментировать это все. Очень важна, с моей точки зрения, институциональная форма данного союза. То есть, что это такое должно быть? С кем мы должны общаться в тех или других странах? Вот могу немножко поспорить с Игорем Игошиным о том, что подъезд с соседями не будет жить дружно в том случае, если мы будем общаться с полным спектром мнений и партий, которые находятся в той или другой стране, в той или другой структуре. Поэтому, безусловной платформой для начала этого процесса, для начала процесса интеграции, должна быть платформа, в нашем случае, социального консерватизма. Если мы будем искать и конкретно общаться, и составлять наши think-tanky, и выбирать opinion leaders, что называется, из социальных консерваторов тех или других стран, и мы выстроим вот эту цепочку от Лиссабона до Дели, то, в принципе, нам гораздо легче будет наращивать уже мясо. Мы приобретем определенный опыт, и в связи с этим уже будем находить взаимопонимание не только с подвижниками, с единомышленниками, но и проводить интеграцию с другими уже людьми. Поэтому, не исключая общение с лидерами других стран, там, где консерваторы не являются власть-предержащими на данный момент, то есть необходимо все-таки первично для нас это общение с консерваторами, вторичное общение с лидерами. Это на первом этапе. Вот такая институциональная форма союза, мне кажется, будет наиболее приемлемой на начальной стадии, и она позволит развиться максимально короткий срок. Вот почему я упомянул Юрия Евгеньевича, я услышал оттуда слово конфедерация, и даже как-то родилось общее название какое-то, конфедерация социально-консервативных партий сил и союзов. Может быть, на первом этапе. Ну, естественно, что у данной конфедерации, почему конфедерация, потому что гораздо легче будет привлечь силы зарубежные к такой форме. Не обязательно, федеративный уклад уже требует определенных документов общих. Конфедерация – это самая слабенькая форма объединения, но она годна для начала, для того, чтобы привлечь максимальное количество единомышленников. Конфедерация, я имею в виду уже государственное устройство того, как название. Да, 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 да. А вы говорите сейчас... Имеется у этого слова, я вчера специально проконсультировался в словарях, у этого слова имеется и неполитическое значение, поэтому мы спокойно можем его употреблять. Давайте отсюда. Вот. Ну, во всяком случае, это была бы начальная платформа для интеграции, в которой была бы определенная ротация, желательно с постоянным членством России и ключевых держав. Ну, вот в целом, вот моя идея. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Я, безусловно, поддерживаю и мнение о том, что это исторический шанс, исторический шанс восстановить большое влиятельное государство, которое с помощью определенных сил внутри страны, но и такого, как бы, вмешательства извне было развалено, разрушено, которое мы с вами еще помним, и понимаем все преимущества того, если бы это государство плавно трансформировалось в демократическую страну, а не было разрушено, а теперь мы его вынуждены по кусочкам собирать. Так вот, с моей точки зрения, тогда сами основы тех процессов, которые происходили в 90-е годы прошлого века, они были заложены в самом устройстве, когда национальные элиты чувствовали давление извне, из Москвы, ими руководили, их назначали, им там спускали какие-то партийные указания, и сами национальные элиты были предрасположены к тому, чтобы, собственно говоря, получить самостоятельность, и они настраивали местное население, которое в конечном итоге изгнало не людей, не своей национальности, в первую очередь, там, русских специалистов, украинцев, белорусов, армян, грузин и так далее из своих республик, и думало, что оно само там как-то справится, сможет управлять своей экономикой, ничего не получилось. В результате всем стало только хуже от этого. И с моей точки зрения, есть вот три основополагающих аспекта будущего объединения, которые надо, безусловно, соблюсти. Первое – это абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга. И с этой точки зрения я абсолютно поддерживаю эту форму конфедерации, которую Юрий Евгеньевич предложил. Никаких других вариантов не существует. Внутренняя политика – это дело внутреннее каждого, и это вот должно быть краеугольным камнем. Следующий принцип – это взаимный интерес экономический, в первую очередь, потому что основой вот тех раздоров, которые местные элиты впрыскивали в, так сказать, безграмотные зачастую национальные структуры, было то, что мы кого-то там кормим. Вот мы кормим Москву, мы туда все отправляем, мы хлопок, мы армянский коньяк, мы то, мы сё. А в результате, когда посчитались, оказалось, что и Москва всех кормит. Но было уже поздно. Так вот, если мы сейчас чётко не просчитаем все плюсы и минусы, то есть каждый житель каждого государства чётко должен понимать, что мы получаем следующие плюсы. Мы получаем относительно дешёвые энергоресурсы и природные ресурсы, и запускаем у себя какие-то производства. А мы получаем достаточно квалифицированную рабочую силу, которая будет выполнять какие-то там вещи. Кто-то получает продукты питания, я имею в виду с Украины, или уголь, или ещё что-то. То есть вот, когда народ будет чётко понимать те выгоды, которые он приобретает, и это всё будет обсчитываться, а не будут приниматься какие-то там геополитические решения, а давайте-ка им там вот тут по дешёвке что-то, и вот тут, чтобы они не убежали от нас. Всё надо считать, потому что как только появляются вот эти перекосы, это почва для раздора, для того, чтобы развалить это государство. И третий основополагающий момент – это обороноспособность, это создание общей системы безопасности на объединившемся пространстве, потому что сегодня Россия доминирует, и доминирует в первую очередь за счёт того, что мы в соответствии с договорённостями при распаде Советского Союза мы оставили за собой ядерный потенциал. Я сам офицер-ракетчик, я понимаю, что такое наши стратегические вооружённые силы, наши ракетные войска стратегического назначения, поэтому если мы распространяем вот эту военную защиту, и при этом не ущемляем их уже созданных национальных каких-то военных образований, а наоборот интегрируем их на каких-то принципах, здесь тоже очень тонкая грань, потому что, ну скажем, там сформировались свои военные элиты, они тоже там, хотя у них мизерная в нашем понимании армия, но они тоже себя там манят какими-то генералами, адмиралами и прочее. То есть вот здесь это тоже очень будет сложный процесс интеграции, но нам надо определить вот эти принципы. Поэтому, с моей точки зрения, определив три основных вот этих направления и правильно расписав и описав их, мы становимся привлекательными для любой из стран постсоветского пространства, а может быть даже и от тех европейских государств, которые сегодня ринулись в Европейский Союз, почувствовали себя там изгоями, почувствовали себя там людьми третьего, а то и пятого сорта, и теперь тоже мечутся, не понимая, где дальнейшая их судьба. Вот, с моей точки зрения, этим и следует сегодня заниматься политическому руководству страны, а мы должны ему помочь в этом. Спасибо, Иван Николаевич, я абсолютно с вами согласен. Я рад приветствовать вас, уважаемые коллеги, аудитория. В СКС я представляю Союз земностроителей России, людей, которые устраивали землю уже на протяжении более 300 лет, и прежде чем это делать, создавать условия работы и жизни на земле, земностроитель всегда приносил клятву на Библии, что будут делать по совести, по заповедям Господним. Это было до 1917 года. Потом ситуация изменилась. Действительно, сейчас у нас есть широкая платформа для евразийской интеграции, достаточное количество евразийских объединений, это и СНГ, Евразес, Таможенный союз, стран Казахстана, России и Белоруссии. Нам дан старт по наращиванию сегодня вот этих отдельных потенциалов, потому что под каждый такой потенциал есть своя группа стран, которые им интересуются. СНГ одна группа, Таможенный союз другая группа. Но при этом мы должны при этом наращивание, изближать форматы и содержание этих евразийских объединений. Как это сделать? Каким образом создать концепцию, которая бы учитывала проблемы этого сближения форматов, обозначила цели и выработала механизм по их достижению данных целей? Сегодня очевидной становится это концепция и стратегия, ибо тонн задан этого сближения заявлением трех президентов наших стран. Это несколько принципов. Принцип первый. Союз должен изначально иметь в своей основе глобальную конкурентоспособность, не только в экономической, но и в социальной и духовной сфере. Второе. Союз должен стать глобальным геоэкономическим мостом между Европой и Азией, Азией, а также, полагаю, между Африкой и странами, которые интересуются его развитием, в частности, Китаем. Третий принцип. Союз, как крупный мировой хозяйственный центр, должен иметь свою региональную резервную валюту. Это заявил Назарбаев. Он ускоряет этот процесс, понимает, что кризис не за горами, уже не финансово-экономически новая волна. И поэтому его заявление о том, что мы должны создать свою наднациональную расчетную единицу, он имеет под собой основу. Это обеспечит нашу финансовую самодостаточную в вопросах финансирования развития тех экономических проектов, о которых здесь все сейчас говорят, чтобы была естественная основа интеграции. Четвертый принцип. Интеграция и создание союза, с учетом всех геополитических рисков, что нет у нас исторического времени, все равно должна идти естественным путем, естественным путем, без искусственных инъекций по ее ускорению, иначе все это будет искусственно распадется. Как это сделать? Единственным образом, это пятый принцип, это широкая общественная дискуссия. Это, по сути, просветительская и адаптационная дискуссия и поддержка процесса интеграции. Хотелось бы, чтобы широкие круги государственных чиновников наших стран, интеграционных стран, общественные и религиозные организации, бизнес-сообщества и партийные структуры, приняли активное участие в обсуждении на практике реализации вот этих механизмов интеграции. И каждая страна может и должна предложить свой конкретный проект для Евразии. Мы же представляем российский проект для Евразии. Основной его формат сказан в заявлении, которое у каждого лежит на столе. И решение земельного вопроса наших стран, по нашему мнению, является одним из приоритетов. Ибо труд на земле, уклад и традиции, они понятны абсолютно всем народам стран, которые претендуют на данную интеграцию. Это в первую очередь. А совместно, напомню, что наш совместный запас продуктивных земель составляет 25-27% мировых. Это означает, что Господь нам дал возможность кормить четверть населения мира, которая, по оценкам европейского сообщества, на этой неделе была с германской конференции, в 2020 году у нас будет уже 9 миллиардов человек, а на этой неделе у нас стало 7 миллиардов. И, по их мнению, 1 миллиард – это будут голодающие люди, которых продуктов уже не хватит. При этом ЕС сейчас резервирует 7% земель своих, 7% земель, для будущих своих поколений. И считает это гуманно, при том, что 1 миллиард будет умирать в мире. Вопрос, можем ли мы все вместе буквально за 5-6 лет перепрыгнуть пропасть 20-летнего отставания в вопросах развития наших земель и земельных отношений, которая возникла из-за нашей дезинтеграции, и совместно научиться кормить четверть населения мира. Если мы это не сделаем, пожалуй, нас могут просто смять другие геополисы мира. Поэтому в российский проект, мы полагаем, должны войти несколько основных вещей в земельные сферы. Первый – это выработать подходы к формированию стратегии единого землепользования стран, таможенного союза, Дании, а далее уже евразийского экономического пространства. Необходимо создать координацию между земельными службами наших стран, реальную координацию вначале. В дальнейшем выработать единый принцип управления земельными ресурсами. Ну а далее речь может идти о создании уже национальной земельной службы стран, которая могла бы координать в вопрос единую экспортную политику наших стран, которая бы обеспечила объем экспорта не менее 400 миллиардов долларов в год. А сегодня это объем экспорта нефти и газа Российской Федерации, для сравнения. То есть экспорт нефти и газа и продовольственной – один к одному. Эта задача может быть достигнута уже к 2022-2025 году совместными усилиями. Второе – восстановить взаимосвязи сегодня уже между научными учреждениями, образовательными, бизнес-сообществами и госструктурами, кто работает в земельной сфере наших стран. Это тоже возможно. Создать обновленную, совместную, земельную и агропромышленную экспортно-ориентированную политику. Третье – сформировать евразийский инновационно-технологический кооперацию между нашими странами, как основу создания новой сельской экономики инновационного, индустриально-инновационного типа. Это совершенно другой уровень технологии переработки нашей продукции. Не просто экспорт сырья, зерна куда-либо, что делает Казахстан и Россия, а переработка его на месте с получением добавленной стоимости в 8-10 раз. Это другой ВВП наших стран. Не 2 триллиона, а намного больше. Также необходимо обсуждать финансовые возможности развития этих наших земельных ресурсов за счет нашей консолидированных национальных валют, стран евразийского экономического пространства, и строительства глобального геоэкономического моста с помощью нашего Евразийского союза, между Европой и Азией, как я сказал, между Африкой и заинтересованными странами, которые заинтересованы в ее развитии. Не секрет, что в Африке началась уже новая, по сути дела, культурная революция. В ВВП Африки растет 9% в год, больше, чем в Индии. Потребление растет. Многие страны мира сейчас приходят в Африку с целью освоения сельхоземель, строительства розничных сетей, потому что идет рост. Россия должна быть тоже в Африке. У нас есть торгпредства, у нас есть соответствующие службы, всяких внешних и прочих разведок, которые в состоянии обеспечить выход России на рынок Африки, которые готовы платить своими ресурсами нефтью, газом, рудами, драгметаллами. Я выражаю надежду на успех нашего российского проекта и уверен, что для его продвижения и победы мы консолидируем наши усилия. Пусть сегодня они немного рассредоточены, но уже сегодня идет объединение на площадке Социал-Консервативного Союза, чтобы вместе осуществить перемены, перемены здравые и выверенные, которые будут по карману каждому гражданину обновленной России и Евразии, нашего с вами русского мира. И всех с Богом. Игорь Евгеньевич, спасибо за предоставленное слово. Хотелось бы порассуждать немного над каким вопросом. Очень хорошее название развитие через интеграцию, но интеграция не всегда приводит к развитию, потому что очень часто люди объединяются ради каких-то общих целей, они становятся деструктивными. Вот здесь говорилось, что давайте экономическое объединение. Часто вот эти экономические объединения становятся с целью обеспечения контроля над ресурсами. Фактически это средство потребительского отношения к природе, к обществу, к людям, к чему угодно. И вот такое отношение, потребительская модель общества, которая сегодня господствует везде и всюду, она приводит именно к разрушению на самом деле. И вот это вот объединение ради контроля над ресурсами, оно, с другой стороны, всегда вызывает мощные угрозы. Вот мы буквально вчера вернулись в составе парламентской группы из Сочи по поручению Бориса Вячеславовича Грызлова по анализу экологической ситуации. И есть очень интересные, просто конкретные примеры, когда ситуация, ну, опять же, в преддверии Олимпиады, это всё простимулировало, такая, что без объединения людей решить вот такие проблемы просто становится невозможным. То есть очень важно, чтобы мы размышляли не только над объединением ради контроля над ресурсами, но мы объединялись для повышения качества среды обитания, потому что сегодня общая угроза нашей общей среде обитания такова, что если мы не решим проблему, то мы просто все начнём вымирать. Самое вот 24-го было у Пескунова, Сан Саныч, в счётной палате совещание. Очень интересная статистика, что самое большое количество человеческих жертв было не в результате войн, а в результате экологических проблем, которые вызывали болезни, эпидемии и так далее. И вот сегодня очень важно, чтобы повышение качества среды обитания и становилось мощной консолидирующей идеей. И вот в рамках Социально-Консервативного Союза сегодня мы начали работать над конкретными вопросами, над совершенно конкретными задачами. То есть мы переходим от переживаний, рассуждений на эту тему к конкретным реальным делам. И я бы хотел предложить в заявлении участников конференции «Развитие через интеграцию». Здесь есть очень хорошие принципы – сбережение народа, суверенной демократии, устойчивое развитие. Нужно добавить повышение качества среды обитания, потому что без качества среды обитания никакого устойчивого развития не получится. Может получиться интеграция ради разрушения в конечном счёте. Вот такое конкретное предложение. Спасибо, Евгеньевич, за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, я бы хотела затронуть такой аспект, который, как мне кажется, сегодня ещё не звучал. Это взаимодействие с европейскими партнёрами с учётом нынешних инициатив евразийских, скажем так. На самом деле начать хочется, может быть, с не очень приятных вещей. Мы все знаем, что, к сожалению, европейская пресса, и здесь надо отметить, что она вовсе не отражает мнений самих, допустим, европейцев, и далеко не всех европейских политиков и экспертов. Очень часто любые инициативы России, связанные с тем, что в понимании этих так называемых экспертов называется имперские амбиции, сразу вызывают резкий негатив. Достаточно сказать, что даже само выдвижение, объявленное Владимира Владимировича Путина, баллотироваться на президентских выборах, уже вызвало подобную волну, ещё не было ничего объявленного в никаком евразийском проекте. Теперь ещё и это. То есть мы понимаем, да, какое, что называется, начнётся вот эта вот, так сказать, пена подниматься в этой связи. Здесь встаёт вопрос, противопоставляется ли что-то в информационном поле вот этому вот. На мой взгляд, недостаточно, потому что вот говорилось о том, что да, есть взаимодействие партийное между Единой Россией и там партиями европейскими, ещё какими-то социально-консервативными и так далее. Но партийное взаимодействие — это одно. Люди обычные, да и точно так же экспертное сообщество, понимаемое в более широком смысле, вот оно на самом деле информацию о том, что происходит в России, черпает, в частности, больше всего из своей собственной прессы, которая, сами понимаете, как это отражает. Легко представить себе, например, во что превратится вот этот документ, если он будет отинтерпретирован вот подобными, например, журналистами, и что будет о нём написано. Ну, не повод от него отказываться. Да, так вот, да, о чём я хотела бы сказать, что в этой связи, возможно, является важным направлением деятельности определённое, ну, скажем так, разъяснение и какой-то диалог с теми, так сказать, европейскими, да, какими-то, так сказать, способными к диалогу, да, людьми и структурами, которые, по крайней мере, не настроены, а галтело хотя бы там антироссийские. И кроме того, что ещё интересно, дело в том, что вот моё личное общение с европейскими экспертами показывает, они сами говорят, что нам интересно было бы от России услышать какие-то, может быть, идеи. Причём здесь речь идёт, естественно, там не об экономике, не о том, что, ну, есть объективные вещи, в которых Европа далеко впереди нас, и это нам надо у них учиться. Но поле смыслов таким полем вовсе не является, и если можно сказать, что, например, когда там с точки зрения бизнеса наши бизнесмены приезжают туда, они там учатся и говорят, научите нас, потому что вы знаете, как лучше, то, например, в поле каких-то ценностных вещей, смысловых вещей совершенно нельзя сказать, что Россия должна обязательно у кого-то учиться. Вот здесь вот совершенно верно, Андрей Борисович вспомнил вот типичный пример, когда люди считают, что они точно уже в этом плане всё поняли, и теперь будут остальных учить. Ну, так же, так нельзя. В этой сфере все являются абсолютно равноправными партнёрами. И в этой связи, может быть, был бы интересен как раз вот подобный диалог ценностный, ведь ничего никто там не знает ни про какой социальный консерватизм, понимаете, примитивизированное понимание России, что это бывшие коммунисты, а теперь вообще какие-то, так сказать, новую империю строить собираются, тоже тоталитарную. Вот. И, ну, какой должна быть эта работа, это вопрос дискуссионный, но то, что это должно быть, чтобы в Европе тоже люди понимали, что никто им здесь не враг. Да, это было бы прекрасно. Да, потому что, понимаете, они действительно прямой, вот мне человек вопрос задаёт, вот погодите, вот ваш Путин говорит про Евразийство. Это что значит, что вы себя больше не хотите считать Европой? Известный эксперт, так сказать, да, европейский, вот мне так лично говорил. И вы понимаете, такой вот, такой уровень непонимания того, что Россия может быть одновременно, да, и частью Евразийского союза, и при этом партнёром совершенно, так сказать, равноправным европейским. Вот надо это недопонимание, я считаю, обязательно устранять, иначе, так сказать, без европейских партнёров, потому что мы тоже никакой, да, евразийской интеграции не построим. Спасибо за внимание. Спасибо большое за предоставленное слово. Мне очень приятно выступать на первой такой масштабной конференции социально-консервативного союза, которую мы все создавали. Вдвойне приятно, что это происходит в МГИМО. Поскольку здесь же в соседнем кабинете находится моя родная кафедра европейской интеграции, и достаточно долго приходилось изучать, собственно, правовой, экономический опыт интеграции европейских стран. Очевидно, что тема, заявленная Вадимом Ильичем Путиным, можно даже сказать, перезрела. Эта тема актуальна предельно, по той простой причине, что, как это уже много раз озвучилось на разных форумах и конференциях, альтернативы интеграции попросту нет. Если говорить серьёзно, в среднестрочной стратегической перспективе, если Российская Федерация, по различным оценкам экспертным, Российская Федерация будет пребывать в том состоянии, в котором она пребывает сейчас, экономическом, политическом, демографическом в первую очередь, в тех границах, в которых она сейчас пребывает, конкурентоспособность России в перспективе будет утрачена. Поэтому альтернативы Союзу, тех постсоветских республик, которые готовы выступать единым блоком в мировой конкурентной борьбе, как это озвучено Вадимом Ильичем Путиным, по сути дела не существует. Вопрос в том, в каких формах будет реализовываться этот Союз. Конечно, есть уже успешный опыт работы Евразийского экономического сообщества, заработает таможенный союз, но, как показывает опыт создания такого рода масштабных наднациональных интеграционных объединений, все риски и стратегические угрозы, которые могут в связи с этим возникнуть, просчитать пока на данный момент не представляется возможным. Так создавался, например, Европейский союз, который столкнулся на протяжении достаточно длительной истории своего развития, сначала Европейские сообщества, затем Европейский союз, с самыми разными угрозами. Но, как показывает практика, и здесь коллеги уже обозначили эту тему, реальная интеграция возможна все-таки на основе создания реальных наднациональных институтов этой интеграции, что невозможно без делегирования той или иной части национального суверенитета, своих полномочий этим наднациональным органом. Конечно, в первую очередь речь должна идти об экономической составляющей интеграции, как здесь справедливо подчеркивалось, о создании соответствующей региональной валюты. Речь идет о совместном планировании, стратегическом выстраивании перспектив развития промышленности, социальной и демографической политики, потому что без этих реальных инструментов, которые будут четко зафиксированы на уровне наднациональном, в том числе в возможной правовой форме международных договоров, все благие пожелания останутся только на бумаге. Европейский Союз это неоднократно демонстрировал, и очень трудная история развития европейской интеграции, это только лишний раз подчеркивает, в том числе те проблемы, с которыми ЕС сталкивается сейчас. Конечно, приятно, что в российском проекте нашли отражение все те мысли, о которых мы неоднократно обсуждали, в том числе и русская православная церковь неоднократно высказывалась на эту тему. Это тематика ценностей, это устойчивое развитие, и это интеграция на постсоветском пространстве. Но хотелось бы, чтобы Евразийский Союз сложился не как некое полуинтеграционное образование. В общем-то мы уже имеем опыт, довольно сложный опыт, связанный с созданием союзного государства. Не хотелось бы, чтобы Евразийский Союз повторял эти ошибки, а для этого, мне кажется, что нужно найти именно те ключевые точки политической и экономической повестки дня, которые могли бы быть реализованы уже на практике в самом ближайшем будущем, в том числе в форме подписания каких-то межгосударственных соглашений. И уже исходя из этих соглашений, отталкиваться уже в своих действиях в реальной политике. Спасибо. Я хотел несколько слов еще дополнить то, что говорил Игорь Николаевич Гошин по нашей поездке в Соединенных Штатах, и объяснить, почему это важно в свете того, что мы сегодня обсуждаем. Первое, хотел я здесь дополнить, что, конечно, наш диалог носил не такой комплементарный характер, но и достаточно прагматичный с двух сторон. Например, у нас была встреча с помощником госсекретаря Соединенных Штатов, где, в том числе, мы задавали вопрос, что происходит в связи с движением «Окупай Уолл-стрит», те массы, в общем-то, беспорядки, которые происходят в Соединенных Штатах, почему задерживают полицейские 700 человек, еще 100 человек, 200. И мы получили очень, конечно, интересный ответ, что это чисто экономические проблемы, их меньшинство, они не отражают мнение большинства, ну и прочее, прочее, было достаточно забавно это слушать. Среди тех, с кем мы беседовали, были разные люди, в том числе участвовал бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, есть такая Мэри Лонг, которая в свое время курировала от Министерства обороны Соединенных Штатов борьбу в том числе с наркотиками и по всему миру, и в Афганистане. И, конечно, мы тоже задавали вопрос, как вот так, интересно, боролись с Афганистаном, что производство наркотиков увеличилось в 10 раз. Тут очень сложно считать, но я говорю, как минимум, поверьте, в 10 раз уже будет достаточно. То есть, диалог был такой достаточно прагматичный. Что было интересно, большинство вещей и вопросов, которые они поднимали, это вот та часть республиканской партии, они были абсолютно прагматичными. То есть, никаких, так сказать, рассуждений об общей демократии или о каких-то там правах человека или каких-то еще других вещах не было. Были очень жесткие прагматичные вещи, связанные, например, с такими вопросами, как распространение радикального ислама. Они предполагают, что это проблема близкой России, и в том числе ждут здесь каких-то совместных действий. Хотя и здесь тоже мы задавали вопрос, вот вы вроде как боретесь с радикальным исламом, а только что вот Ливия, да, что вы своими руками привели практически исламистов, да, руководитель военной организации Переходного национального совета, член организации, которая была названа Государственным департаментом террористической. Только что Египет, только что убрали, в том числе с вашим участием, убрали Мубарка, который тоже не давал братьям-мусульманам. Это и такая организация, ну и в целом прийти к власти. Да, ну до этого мы понимаем, там Ирак, так сказать, таким образом, войдя в Ирак, естественно, убрав вот эту вот сдерживающую силу Ирак, Соединенные Штаты возвысили своими руками Иран и сделали локально сверхдержавой. Ну и так далее, так далее. Конечно, мы тоже это обсуждали. И интересно, что это они понимают. То есть, опять-таки, в Соединенных Штатах очень сложная политическая картина, и даже в рамках республиканской партии есть разные течения. Есть течения, которые очень близко, мягко скажем так, скажем так, очень дипломатично, очень плотно дружат с саудийцами и как раз взаимодействуют на разных основах. А есть и те части, которые понимают некую опасность всего этого. Вот мы беседовали с теми, которые как раз понимают опасность этих вещей, и они здесь, собственно говоря, прямым текстом говорят, мы здесь хотим работать с Россией вместе, потому что понимаем, что радикальный ислам – это проблема и для вас тоже, для России. Что еще важно? Мы, конечно, обсуждали вопросы, связанные с СНГ, связанные с Украиной, Белоруссией. Вместе с Игорем Николаевичем объясняли, почему нам важна интеграция совместно с этими странами. Объясняли, что то же самое, фактически мы идем по пути, который идет Европа, сами Соединенные Штаты, которые плотно есть специальные соглашения между Мексикой и Соединенные Штатами, ну и так далее, так далее. Мы объясняли, что здесь идем в контексте, и это они тоже понимают. Но, тем не менее, при этом задают один вопрос, они говорят, что мы здесь понимаем, что это все логично, все правильно, но поскольку Соединенные Штаты классические, как они выражаются, боятся восстановления империй с Россией во главе, то здесь они пока, ту политику, которую они выбирают, это, скажем так, политика противодействия. Может быть, такого не прямого, но мягкого, но тем не менее противодействия. Поэтому, конечно, нужно продолжать с ними работать, нужно это делать, наверное, масштабно. Мы понимаем, что в Соединенных Штатах есть огромное лобби и армянское, и есть и украинское, и польское, которые определяют во многом кубинское, причем кубинское не самой страны Куба, а скорее вот тех, кто раньше были гражданами Кубы, скорее антикубинское лобби. И они все активно работают. В российского лобби там нет, это надо понимать. И здесь вот эта инициатива, которую мы совместно с Американским Советом по внешней политике и ЦСКП, создание этого координационного российско-американского совета, который мы делали, я думаю, что это очень такой важный момент, и мы можем просто здесь, ЦСКП может занять некую нишу такого правильного российского лобби, направленного на определенные американские круги. И заинтересованы в Соединенных Штатах, со стороны России, каких-то совместных вещей есть. И во многом она носит абсолютно прагматичный такой четкий характер договоренности. Мы вам это, а вы нам то, вы нам вот это, а мы вам вот это. То есть здесь можно беседовать, здесь нет вот этих вот вещей. Если идеологии есть для средств массовой информации, где кричат о том, о том, об этом, то когда с ними начинаешь беседовать и обсуждать вот с людьми действующими, действительно там бывшие заместители госсекретаря, министры обороны и прочее, они об этих вещах ведь не говорят. Они говорят, а как вы относитесь к увеличению транзита в Афганистан, чтобы мы это делали? А как вы относитесь к увеличению роли Китая? Может быть здесь тоже как-то начинать нам взаимодействовать? А как вы относитесь с радикальным ислам? То есть какие-то вещи абсолютно прагматичные. И здесь, конечно, есть поле для того, чтобы работало серьезное российское лобби, точно так же, как и действует лобби многих других народов и этносов. Спасибо. Воронцов Антон, координатор молодежных программ Всемирного Русского Народного Собора. Я буквально пару слов хотел сказать. Мне кажется, вот здесь все очень правильно говорили. Один момент мы не отметили. Это предельная важность идеи Евразийского Союза для внутренней политической ситуации в России. Вот сейчас, если вы окунетесь в серу интернета, блоги, ВКонтакте, социальные сети молодежные, очень активно идет обсуждение лозунга «хватит кормить Кавказ». Совершенно прокурсионный лозунг. И не вызывает абсолютно никакого сомнения, что он инспирирован некими внешними силами. Но хочу отметить один важный момент. Собственно, когда выбирали слабую точку, чтобы давить на российскую государственность, то все было очень хорошо просчитано. И они выбрали именно тот момент, раскачивая который, можно попытаться добиться результата. Потому что в проигрышные проекты вкладываться деньги не будут. Почему выбран именно этот лозунг и именно такая стратегия? Я глубоко убежден, что сейчас и Россия, и любое другое государство, оно стоит на такой глобализационной развилке между фрагментацией или регионализацией. Вот правильно было отмечено некоторыми коллегами, что статус-кво уже сохранить не получится. Можно либо разваливаться, и такие процессы, они уже начинаются в том числе и благополучной Европе, либо консолидироваться и строить новые наднациональные союзы. И в этом отношении идея Евро-Эс, она в том числе и сугубо прагматична для России, очень перспективная. И более того, она, как уже сказали здесь, альтернативы регионализации, альтернативы союза у нас просто нет исторической. Иначе нас ожидают очень сложные времена, и не дай бог, если это произойдет. И второй момент, очень важный идеологический, касаемо внутренней политики России. Вот многие исследователи, такие серьезные исследователи, кто изучал причины развала и государств, и цивилизации, начиная с Древнего мира и заканчивая современными событиями в арабских странах, они отмечали, что, собственно, главный момент – это массовый общественный пессимизм, отсутствие в обществе какой-то такой мощной идеи, когда деградирует общество, и деградирует не только в плане экономическом или политическом, в том числе и в плане ментальном, как бы, да, вот этот общественный пессимизм. И любое, единственное противодействие, единственное лекарство от него – это некий большой проект, так называемый. И вот идея Евросийского Союза, она может стать тем большим проектом, который действительно всколохнет общество и даст нам силы и ресурсы внутренне-психологические для дальнейшего движения вперед. Какой должна быть эта идея? Это, конечно, тема для отдельного разговора. Мой учитель Александр Сергеевич Понарин, ныне покойный, да, известный политолог, говорил, что внутри… он говорил много о Евразийском Союзе и отмечал, что внутри Евразии не могут жить люди, интересы которых будут ограничиться одним желудком. Те, кому интересен желудок, те будут ехать поближе к морю. И мне кажется, это очень важный момент, и мы должны понимать, если мы хотим создать этот союз, мы должны дать некую цивилизационную альтернативу, которая привлечет не только тех граждан, кто проживает на территории новообразованного союза, но и активных пассионариев со всего мира. Вот как тут правило. Все, спасибо. В некоторое дополнение к вышесказанному хочу отметить очень важный момент недопущения в процессе вот этой всей интеграции создания так называемых условных параллельных миров, когда бизнес-элиты интегрируются одним образом, политически и другим. Оппозиция, которая уже сейчас профессионально подготовлена во всех этих странах, которые в перспективе мы видим в этом Евразийском Союзе, их оппозиция намного более профессионально подготовлена западными спецслужбами, чем даже в России. И надо понимать, что мы скоро столкнемся с вызовом со стороны интегрированной оппозиции. Вот. Это первое. И второе. Хотелось бы, я думаю, отметить такую небольшую, но важную задачу для Союза консервативных сил. Это взглянуть на процесс этой интеграции не только горизонтально, но и вертикально. Потому что все, в конце концов, сведется к простым людям, способам организации и самоорганизации на земле, к возможности реализовать свою экономическую, какую-то и гражданскую инициативу, и в том числе и собирательная вот эта работа по кооперации, не только разделение труда, но и кооперации в бизнесах, в совместном труде на земле и так далее, людей разных народностей. Это в тех условиях, которые сейчас есть, это чрезвычайно важно, потому что региональные контексты очень остро отличаются сейчас. И то, что проходит, вот я уже недавно вступал, говорил, то, что проходит в Подмосковье, на Кавказе, может вызвать резню. А не говоря уже о тех людях, которые придут с других территорий и скажут, почему бы нам, хантамасиск, не сделать территории таджикского бизнеса, там, по оленям, как пример. Нам это интересно. И тут же начнутся разборки с местными кочующими народами. Спасибо. Спасибо. Коллеги, тогда продолжим, я хочу сказать, что я считаю сегодняшнее мероприятие действительно стартовым таким с точки зрения программы, большой программы. И вот Андрей Евгеньевич правильно сказал, мы предлагаем российский проект, и мы ждем действительно, наверное, предложения от партнеров евразийского сообщества к тому, чтобы это был взаимовыгодный союз, взаимоинтересный на основе общих ценностей. Но при этом, конечно, мы должны взять на себя функции лидера этого процесса и на основе той консервативной идеи, которая нас всех объединила, попробовать активизировать общественные институты, те организации, которые могли бы выступить в качестве партнерских, социально-консервативному союзу, другим организациям, которые готовы присоединиться с российской страной к этому процессу и выработать общую платформу. Времени у нас действительно немного. Работа эта интересная, важная и динамичная. Поэтому я предлагаю сегодняшнее вот наше заседание считать заседанием, учредившим некий оргкомитет, в который могут войти все участники, включая и молодежь, которая присутствует здесь, и ребят из МГИМО. Я думаю, те, кто согласились с нашим концептом, координацию этой работы, вот у нас Сергей Николаевич Петряев, мы заранее с Алексеем Ивановичем Подберезкиным проговаривали, что он мог бы эту работу вести. Ну и в рамках социально-консервативного союза, это одно из направлений, которое мы считаем важным, интеграционное, мы уже ему поручали. Поэтому я предлагаю, значит, работать дальше с заявлением. Если в целом замечаний не будет, то его обязательно опубликовать. И, исходя из него, уже выработать некую программу, план работы, который будет как бы доведен до всех вошедших в этот оргкомитет участников. Спасибо всем за работу. Спасибо.